Варфейр Варфейр Всем привет! В эфире снова ФАК и я, Влад Лехов. ФАК – самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваемых и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! 14 октября 2008 года свет увидела очередная серия футбольного симулятора от Electronic Arts – FIFA 09. После нескольких лет косметических поправок разработчики наконец-то решились провести глобальные изменения. Все они направлены, естественно, на повышение реалистичности игры. Впрочем, такими обещаниями нас кормили и в прошлые годы. Посмотрим, удалось ли их сдержать этой осенью. Встречайте! С вами Василий Уткин и Василий Соловьев. В серии FIFA последние несколько лет игровая общественность относится крайне настороженно. Оно и понятно. Господа из Electronic Arts каждую осень обещают устроить настоящий прорыв в секторе виртуального футбола и благополучно свои обещания не сдерживают. По крайней мере, на платформе PC. Консолин везет в этом плане на порядок больше. Но в этом году, после выхода FIFA 09, ситуация кардинально изменилась. Главные изменения коснулись геймплея, графики и управления, но об этом чуть позже. Также не может не радовать тот факт, что FIFA 09 изначально позиционировалась как игра именно для PC, а не для консолей. Системные требования к игре таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ видеопамяти и 6 ГБ на жестком диске. Игровой процесс FIFA претерпел значительные изменения. И связано это главным образом с моделью поведения игроков на поле. Появлению множества новых ударов и приемов. Отдельно хочется отметить управление. Разработчики наконец-то вспомнили про существование такого девайса, как мышь, и уделили ему пристальное внимание. Теперь вы можете задавать направление удара или паса, переключаться между игроками, изменять направление их движения и прочее, и прочее, не ломая при этом себе пальцы в пресловутых QWERTY. Наша оценка геймплея 5 баллов. Графику в игре подтянули и намного. Футболисты наконец-то забегли по настоящей траве, а не по окрашенному в зеленый цвет паркету. Сами же модели игроков стали более детализированы и не походят теперь на угловатых роботов. Ряд недоделок все же остался. Например, это зрители на трибунах, но то мелочи по сравнению с объемом проделанных работ. До уровня GTA IV, готовая уже выйти в ноябре этого года, FIFA 09, конечно, не дотягивает. Но, по крайней мере, не смотрится, как путешественник во времени. Наша оценка графического оформления — 4 балла. Со звуком FIFA, как всегда, полный порядок. Разработчики не скупились на лицензии, и XN Box на равных может соревноваться с любой модной радиостанцией. Наша оценка звука — 5 баллов. Пифано и Гейт не избавились от попсовости, и уж точно не претендует на лавры хардкорного Сима. Но выглядит и играется вполне приятно. Конечно, еще есть над чем поработать, что исправить, что добавить. Но, в общем и целом, в игре нет такого количества нареканий, как это было в случае с FIFA 07 и 08. Будем надеяться, что разработчики не остановятся на достигнутом и доведут свой футбольный сериал до совершенства. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Из тех изменений, которые сразу бросаются в глаза, хочется отметить усложненные взаимодействия футболистов друг с другом. Спортсмены играют в корпус, толкаются, охотно лезут в единоборство. Похорошелая картинка. Кудесники мяча естественнее двигаются. Да и поле больше похоже на натуральный газон. Вдобавок, появилась возможность управлять действиями любого игрока на поле с помощью одной мышки. Все бы ничего, но по большому счету все эти инновации следовало бы внедрять еще в прошлых версиях, а не продавать одну и ту же игру год за годом. Первый вопрос. Почему в FIFA 07 до сих пор нет российской премьер-лиги? И стоит ли еще надеяться на то, что она там появится? Отвечаем. Надежда, друзья, как известно, умирает в последние. Но если серьезно, то переговоры насчет включения российской профессиональной лиги в FIFA идут еще с 2005 года. Но официального заявления о том, что российская лига появится в той или иной части игры, не было. Что же касается слухов, то в воздухе летают призрачные надежды на то, что российская премьер-лига будет присутствовать в FIFA 2010. Следующий вопрос. При ударах и навесах фланга мяч проходит сквозь сетку, попадает в ворота и засчитывается гол. Это что, новые веяния в футболе? Отвечаем. Нет, это банальный баг. Коек FIFA, как и в любых других только что ушедших в тираж играх, прут в груди. Радует одно. Electronic Arts достаточно оперативно и качественно шлепает патчи к своим творениям. Так что ждать осталось недолго. Следующий вопрос. Можно ли как-нибудь выдернуть Аршаевы на изборные и перетащить его в какой-нибудь другой клуб? Отвечаем. Нет, такой трансфер в игре невозможен. Разве что сторонними программами. Но если вы ими не владеете в должной степени, то можете поломать всю игру, и она перестанет у вас запускаться. Так что оставьте героя России в покое. Secret Files 2, Pew It Ascordius, традиционная point-and-click адвенчура и одновременно вторая часть игры Secret Files Тунгуска. Что приятно, внешне игра стала выглядеть еще чуточку лучше, а геймплей остался неизменным и таким же интересным. Но какая история ждет нас в этой части? Об этом вы узнаете прямо сейчас. Приключения продолжаются. Нина и Макс, герои первой части, тунгуска секретные материалы возвращаются. В продолжение Secret Files 2, Pew It Ascordius, их снова занесет во всевозможные удаленные уголки планеты, чтобы сразиться с новыми не менее сильными противниками. Весь мир охватили непонятные вулканические извержения, землетрясения и цунами. Мир оказался на краю катастрофы, когда главная героиня игры Нина осознала, что все происходящее дело рук людей, а не природы, было уже слишком поздно. К счастью, ее бывший бойфренд обнаружил, что организация Pew It Ascordius совершает странные действия около древнего храма в Индонезии и явно как-то причастна к мировым катаклизмам. Успеет ли Нина, а вместе с ней будет предотвратить апокалипсис? Все будет зависеть только от вас. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 128 МБ видео, а также 2 ГБ на жестком диске. Одна из приятных новостей — это то, что геймплей остался прежним. То есть для поклонников игры — то, что нужно. А если прибавить к этому достаточно быструю динамику, то получается вполне неплохой квест. Даже если придраться к некоторым загадкам, что они немного надуманы, все равно игра вызывает только положительные эмоции. Стиль игры полностью выдержан в духе первой части. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Внешне игра выглядит очень привлекательно, а работа камеры во время диалогов практически безупречна. Немного расстраивает анимации персонажей, но сами они пририсованы довольно неплохо. Наша оценка внешних данных игры — также 5 баллов. Озвучка не отстает от остальных параметров и никаких отрицательных эмоций не вызывает. Работа актера вполне приемлема, спецэффекты подобраны точно под происходящие события, и все это отполировано музыкальным сопровождением. Предлагаю вам прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить звук, а наша оценка снова 5 баллов. Для поклонников Тунгуски эта игра будет приятным продолжением и увлекательной историей. Остальным же настоятельно рекомендуем ознакомиться с данной разработкой. Мы уверены, что вы получите массу позитивных впечатлений и проведете не один день за этой игрой. Наша общая оценка Secret Files 2 Purity Escortius — 5 баллов. Впечатления от игры только самые приятные. Интересные загадки, вполне приемлемые видеоставки и интересный сюжет. Мелкие недостатки, конечно, есть, но на них не стоит обращать внимание. Если вам эта игра тоже понравилась, тогда смотрите наши ответы на ваши же вопросы по прохождению. Первый вопрос. А что делать в джунглях, где надо дверь храма открыть и для этого расположить несколько предметов в нишах? Отвечаем. В самую верхнюю ячейку нужно положить растение Венера. Оно растет рядом с охранником. В верхнюю левую ячейку — паутину со светлячками. В правую верхнюю — перо павлина. В левую нижнюю рыбу, в правую нижнюю — слезняка. И, наконец, самую нижнюю — мед. Кстати, слезняка можно найти под нижней палубой, в люке, под матрасом. А Венеру можно взять около охранника, впрыснув ему веселящего газа и подменив Венеру на Плутон. Следующий вопрос. А подскажите код сейфа, где валяется мужик под завалом? Подсказываю. 7-4-75. Это дата на картине. Следующий вопрос. Помогите открыть вторую дверь после предметов. В какой последовательности нажимать на античный пульт? Отвечаем. Последовательность такая. Венус, Джуна, Нептун. Смотрите далее. Хроники Тар. Стражи пограничья. Однообразная, линейная и излишне сложная космическая стрелялка. Успех прохождения полностью зависит от грамотного подбора оружия и корабля перед боем. Варфейр — это не развлечение в привычном его понимании, а душина для настоящих ценителей и знатоков военного искусства. Варфейр — это не развлечение в привычном его понимании, а душина для настоящих ценителей и знатоков военного искусства. Хроники Тар. Стражи пограничья. Однообразная, линейная и излишне сложная космическая стрелялка. Успех прохождения полностью зависит от грамотного подбора оружия и корабля перед боем. Хроники Тар. Призраки звезд. Вышла в сентябре 2007 года. Игра представила новый и интересный подход к космическим симуляторам. Но вялый геймплей портил все впечатление. И вот ровно через год вышел аддон. Хроники Тар. Стражи пограничья. Разработчики из Квазар Студио обещали нам новый подход к апгрейдам корабля и опять-таки новую тактику ведения боя. Проблемы прошлой части обозначены точно. Как выглядит их решение, мы узнаем прямо сейчас. Игра повествует о фантастических баталиях на бескрайних просторах космоса. Человечество после Вселенской войны находится на грани вымирания. Последние люди живут на огромной космической станции и отчаянно борются за хвачиками. Раса ДХТ, возникнув из ниоткуда, завоевывает все известные миры. Предыстория в стражах пограничья, как и в большинстве космических стрелялок, перенасыщена новыми терминами. Раз здесь не меньше пяти, и ни одного знакомого названия. Даже люди не люди. Все элементы игры сложно построены, но сводится все к обыкновенному компьютерному тиру. Управление задействует почти все клавиши клавиатуры, при этом прицелы, повороты полностью починены мышке. Корабль надо постоянно охлаждать, переключать оружие, следить за информацией в прицеле и радаром. Геймпад не поддерживает столько функций, поможет только третья рука. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,5 ГГц. 128 МБ оперативной памяти. 2,5 ГБ на жестком диске и видеокарта с объемом памяти 64 МБ. Игровой процесс детально продуман. Автоматический прицел с опережением, самонаводящиеся ракеты и разные режимы работы корабля. Но всем этим надо управлять по отдельности, одновременно и не забывать стрелять. Геймплей полностью состоит из сражений, компания всего одна, и состоит из прохождения ряда однокитных миссий. Игра вызывает к себе определенный интерес, но азарта все-таки нет. За игровой процесс игра получает 3 балла. Графика качественная, но примитивная. Такую ситуацию оправдывают скудные на детали космические пейзажи. Корабли прорисованы и смоделированы подробно, но их не так уж и много. Взрывы прорисованы отлично, враги разваливаются исправно и превращаются в горячие обломки. Оформленная игра простенько, только черные-белые ролики вначале обращают на себя хоть какое-то внимание. За внешний вид снова всего лишь 3 балла. Музыкальное сопровождение не представляет на себя ничего вразумительного. Нервные там-тамы, которые становятся громче, когда на радаре появляются враги. Музыкальное сопровождение не представляет. Успех прохождения полностью зависит от грамотного подбора оружия и корабля перед боем. Сцены подробно прорисованы, но не впечатляют. Все внимание притягивает прицел и состояние вашего судна. Союзные войска сражаются наравне и могут самостоятельно решать некоторые задачи. Но если брата по оружию их сбивают, вы их провигрываете. В итоге хроники Тар стражи пограничья получают сегодня 3 балла. Охота на вражеские истребители занимает большую часть игрового времени. Бои зрелищные требуют массы внимания. Апгрейды даются раз в эпизод. Но позволяют вам полностью преобразить корабль, ориентируясь в основном на свой стиль борьбы. С такими играть стало значительно интереснее. В игре много затыков, особенно по сюжетной части. Часть из них мы разберем, отвечая на ваши вопросы по игре Хроники Тар стражи пограничья. Вопрос. Ну никак не могу настроить истребители вручную. Постоянно получается перебор по массе и энергопотреблению. Пока у вас есть зависимость. Отвечаем. Для начала выберите корпус корабля. Он определяет взлетную массу и скорость. Установите реактор. Он определяет энергоемкость и занимает основную часть взлетной массы. Остальную грузоподъемность займите броней. Оружие ничего не весит, но ограничивается мощностью реактора. Рекомендуем собирать корабль вручную, так как автор конфигурации предлагают чуть ли не худший вариант. Вопрос. От пулеметных очередей я еще могу хоть как-то увернуться. Но как быть самонаводящимися ракетами? Отвечаем. Радар определяет запущенные по вам ракеты и большими красными цифрами отсчитывает расстояние до цели. Когда ракета приблизится меньше, чем на километр, начинайте выбрасывать отвлекающие снаряды. По умолчанию кнопка Z. Не жалейте их. На миссию всегда хватит. Гражданские войны, теракты и территориальные конфликты сегодня случаются практически каждый день. Наиболее актуальные события находят отражение в кино, литературе и видеоиграх. Причем, зачастую, с альтернативным сценарием развития в основе. Последовав за модой, авторы тактической стратегии Warfare тоже решили дать волю фантазии. В созданной ими вселенной армия США добралась до Саудовской Аравии с целью помочь королевской семье подавить повстанцев. Несмотря на необходимость продумывания своих действий, основная сложность заключается не в том, как перехитрить оппонента, а как ликвидировать его превосходящие силы. Своих всегда гораздо меньше, чем чужих, и итоговое соотношение потерь, скажем, 80 против 500 выглядит вполне обыденно. Самостоятельно выбирать задания и планировать освободительную кампанию нельзя. Глобальная карта мира присутствует лишь в качестве украшения. Зато можно почитать свежие новости или записки солдата о Саудовской Аравии. Информации в них ноль, развлекательного материала тоже. Рекомендуемые системные требования. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц. 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске Warfare займет 5 ГБ. События происходят в реальном времени, однако при желании можно воспользоваться паузой. Без нее добиться приемлемого результата практически невозможно. Элементарно не успеете раздать приказы. Впрочем, подопечные временами просто игнорируют игрока. Рейнджеры безнадежно застревают в окопах, бегая от одного края к другому и тщетно пытаясь оттуда выбраться. А посаженный в БТР отряд иногда ни с того ни с сего бесследно исчезает, словно прожорливая машина проглатывает его вместе с оружием и плащ-палатками. Четверка за геймплей. Декорации, в которых проходят спички с арабами, выглядят крайне тоскливо. Песок до серой коробки зданий с окнами – вот и все пейзажи арабийского полуострова. Разве что сломать можно практически любой объект. Мощный артиллерийский удар мгновенно превращает в строение груда камней, причем делает это очень натурально. Четверка за внешний вид игры. Если взрывы, рок от пулеметов и музыка больших нареканий не вызывают, то диалоги больше напоминают дешевую пародию, в которой арабы почему-то время от времени говорят без акцента, а если с акцентом, то непременно с кавказским. Тройка за звук. К счастью, в случае с Warfare все вышеперечисленные недочеты незначительны, поскольку у игры совсем другие приоритеты. Фактически, это не развлечение в привычном его понимании, а душно для настоящих ценителей и знатоков военного искусства. Четверку получает сегодня игра Warfare. Из подобной истории вышел бы неплохой экшен, но это не тот случай. Игра рассчитана прежде всего на тех, кто готов часами планировать путь своих завоеваний, а не просто обводить подопечных солдат рамкой и с криком «УРО!» посылать их в бой. Увлекшись стратегией и тактикой, уже перестаешь замечать рваную сюжетную линию и слабую графику, так что Warfare в своей нише смотрится довольно неплохо. А теперь наши ответы на ваши вопросы. Вопрос У меня постоянно заканчиваются патроны у пехотинцев. Что мне делать? Отвечаем Очень важно следить за тем, какие именно снаряды используют ваша техника и солдаты, поскольку подопечные подчас выбирают совсем неподходящее оружие и без маляющих сожалений уничтожают вражескую пехоту противотанковыми ракетами. Вопрос Я прошел несколько миссий, и у меня почти не осталось солдат и техники. Где мне можно ее взять? Отвечаем Скорее всего, вам придется проходить все этапы сначала, поскольку ваша армия просто так не пополнится. Большие потери не приносят командных очков, с помощью которых в гарнизоне можно набрать новых бойцов. Старайтесь проходить миссии с наименьшим количеством убитых. Тогда будет больше шансов одолеть следующий этап. Кроме того, выжившие в пекле сражения ветераны воюют гораздо лучше новобранцы. Вопрос У меня закончилось горючее, как заправить мои танки? Отвечаем Постарайтесь найти специальную машину с цистерной. Враги так же, как и вы, нуждаются в горючем, поэтому вы можете воспользоваться трофейным заправщиком. Для того, чтобы пополнить запас топлива, достаточно подвести боевые машины в радиус действия цистерны. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был ФАК. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь внимание! Канал Муз-ТВ и программа ФАК объявляет конкурс на должность ведущего. Мы все еще ждем ваших писем. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faqsobaka.muzdefistv.ru Тема конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого! КОНЕЦ